Hello, ребят! С чего начать подготовку к ЕГЭ по английскому языку? Вот хороший вопрос, друзья. Давайте сегодня с вами разберемся. Поехали! Меня зовут Марина Лесковец, я ваш учитель английского, и я специализируюсь на подготовке к ЕГЭ по английскому языку, поэтому, пожалуй, знаю все об этом. И с радостью с вами поделюсь информацией о том, с чего же начать, как простроить план своей подготовки и что самое основное, что самое важное именно в английском языке. Потому что все-таки я замечаю, что английский очень часто путают с другими предметами, и есть определенные мифы по поводу подготовки к экзамену. Ну, давайте с них и начнем. Очень многим кажется, что подготовка к ЕГЭ это что-то такое, ну, какие-то тесты, что-то там можно порешать, решаешь такой, нареживание это еще называют, и прямо все у тебя классно получается. Но, ребят, вот давайте-ка разберемся. Все-таки английский язык это не наш родной язык. И если все остальные предметы, к которым вы готовитесь, ну, помимо других иностранных языков, они все даются на вашем родном языке, на нашем родном языке, на русском, то в английском есть небольшая загвоздочка. Этот язык нужно сначала выучить, прежде чем приступить вообще к подготовке к экзамену. Поэтому, ребят, пожалуйста, если вам кто-то сказал, что подготовка к ЕГЭ или вообще к любому другому экзамену, это просто взять тесты и начать их решать, и будет тебе счастье. Чем больше ты решаешь, тем больше баллов ты получишь. Нет, это не так. Поэтому, ребят, шаг номер один в подготовке к экзамену. Проверить себя и понять, какой у вас уровень на данный момент, до начала подготовки. Вот с чего мы с вами начинаем? Так называемая точка А. Привет, иншу цыгане! Итак, точка А, чтобы прийти из точки А в точку Б. Короче, и в зависимости от того, с какого уровня знаний мы с вами начинаем подготовку, и от этого будет зависеть наш с вами план. Рассмотрим несколько ситуаций. Если у вас уже уровень, например, B1, B2, ну, это значит, что вы старались, занимались с репетитором, и сейчас уже таки решили приступить к подготовке, и думайте, с чего же начать, как продолжать и чем завершить подготовку. Так вот, чтобы все было замечательно. Если вы среднего уровня, то есть B1 или, может быть, А2+, это, я бы сказала, такой средний школьный уровень английского языка, когда вы не очень-то заморачивались в течение 11 лет обучения в школе, как-то учились, посещали занятия, но в целом, как бы, знания достаточно разрозненные, но к 11 классу определенный багаж знаний точно есть. И третий, самый неблагоприятный прогноз, это когда вы вообще ничего не делали с английским языком, ну, просто, я не знаю, посещали вроде бы занятия, ничего особо не выполняли, но, в общем, уровень, начиная вот А1+, А2. Кстати, если вам интересно разобраться с уровнями английского языка, и вообще, что, о чем я говорю, А1, А2, Б1, Б2, то я прикреплю сюда ссылку на видео, об этом я уже говорила, кликайте, смотрите, разбирайте, все достаточно просто и понятно. Итак, если вы поняли, что ваш уровень, ну, самый скромный, А1, А2, да, то есть вы, как бы, решили для себя, что будете сдавать английский, но, скажем так, вы достаточно далеки от него сейчас, может быть, до ЕГЭ год или два еще осталось, сейчас, вот, на данный момент у нас лето. Что вам нужно делать? Ребят, скорее ищите преподавателя, и все лето, минимум три раза в неделю, нужно посещать курсы, нужно ходить на занятия, нужно каждый день заниматься английским, и вообще, кстати, это лайфхак абсолютно для всех, с чего начать подготовку к ЕГЭ, с регулярной практики. Мы с вами начали с того, что английский – это иностранный, неродной для нас язык, и нужно всегда держать в голове, что любой язык – это инструмент, которым нужно постоянно пользоваться, пользоваться, пользоваться. Если ты не пользуешься машиной, она заржавеет, как и любой другой инструмент, поэтому английским нужно постоянно пользоваться. Нет перерывов в обучении. У меня лично, да, как у преподавателя, тоже нет перерывов, я постоянно практикуюсь, то есть для меня языковая практика – это норма жизни, а не что-то такое, сейчас я занимаюсь, завтра я не занимаюсь. То есть, если вы нацелены на такой серьезный результат, то, ребят, обязательно занимайтесь летом, и если у вас интенсивность занятий летом зависит лишь от исходных как раз таки данных. То есть, если вы вообще не занимаетесь английским, то здесь, конечно, придется вложиться и действительно заниматься каждый день минимум три раза в неделю, ну, два раза в неделю – это вообще просто минимум, совсем-совсем минимальный такой расклад. Заниматься летом и, конечно же, приступать уже к подготовке к ЕГЭ непосредственно с сентября, только годовой курс. То есть, уже с сентября вы должны изучать формат экзамена, а все лето активно наращивать знания по английскому языку. В принципе, это касается и, ребят, с уровнем знаний повыше, B1, к примеру. В общем, с чего начать? С практики. Независимо от того, какой у вас уровень знаний языка, летом нужно заниматься. И обязательно приходите ко мне на летнюю школу. И не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, потому что и летом я буду публиковать полезные видео. Также я провожу трансляции. Будет летняя школа. В общем, ребят, чем больше практики будет летом, тем лучше. Слушайте, с английским, наверное, посыл такой. С чего начать подготовку к ЕГЭ? С активной практики языка. Не приступая еще к формату экзамена, пожалуйста, потрудитесь над тем, чтобы вот как можно больше практиковаться с языком, увеличить свой словарный запас, разобраться с грамматикой. И тогда изучение формата экзамена не будет представлять для вас никакой сложности, ребят. И напишите в комментариях, как вы начинаете свою подготовку к ЕГЭ, что вам кажется наиболее эффективным. Поделитесь своими ресурсами. Давайте с вами вместе начнем подготовку к ЕГЭ 2023. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. Ну и всем ступал за ЕГЭ, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok